У Бориса и Виктора рабочее утро началось на карьере. Приходят сюда, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом и порыбачить. Хороший улов был перед Новым годом, а сейчас не очень везет. Сменили несколько лунок, приманку, но рыба не клюет. Пока не началась рыбка шевелиться. Я думаю, часиком-двум, как вчера. Мы пришли, но начал потихонечку брать. Плотвичка так попадает более-менее. Я не хочу так выражаться, какое количество. Наше дело правое. Набрать килограммчик. Жене удовольствие исправить, понести на сковородочку, пожарить. Ну, а остальное на тараночку мелочь. Повезло только соседу. Вытащил небольшого окуня. Рыбаки рассказывают, в этом месте ловить безопасно. Толщина льда порядка 20 сантиметров, а чуть подальше полыньян. Но знают о ней далеко не все. Сократить путь, возвращаясь домой, или попробовать ловить в новом месте подальше от других. Верные способы угодить в эту ледяную ловушку. Если бы мороз был помягче, она была бы открытая. А морозик придавил, немножко пленочек появился, и снег пошел. Снегом прикрыло. Человек не знал, что, может быть, мы туда не ходим. Мы вот сидим тут, глубина 15 метров. Где тут утонешь-то. Лучше всего ходить на рыбалку с друзьями, чтобы было кому тебя вытащить и брать с собой веревку. Мы всегда вдвоем в паре ходим. Мало ли что со мной случится, или с ним что-то случится. Мы можем друг другу помочь. Я могу куда-то добежать, позвонить по телефону, чтобы подожатся скоро, или кто там приедет. Так что лучше вдвоем в паре ходить. Сооружение из веток и оградительные ленты, сделанные руками рыбаков. В месте, где произошло ЧП, таблички выходить на лед опасны нет. А это значит, что на третьем браковском карьере под лед снова могут провалиться люди. Дина Ислява, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».